Всем привет! Короче, сейчас я дверь тут прикрою. Дверь, закройся. Вот, что-то опять криво стоите. Что я вас все время криво ставлю, а? Да что такое? Короче, у нас интернет идет с перебоями. Вот, могут... Вот сегодня вроде получше, но опять криво стоите. Ну, не знаю я, что надо делать. Вот. Короче, одна посылка пришла с Алиэкспресса. Представьте себе, это 4 января. Позвонил парень просто и говорит, вам, говорит, посылка с почты. Я говорю, о, хорошо, спасибо. Он говорит, мы вас, мы вам так, говорит, доставим. Я такая, ничего себе. И это, говорит, в течение часа, говорит, будьте дома, говорит, это, и, в общем, привезем посылку. Ну, ладно. Что уже с Алиэкспресса, говорит, что уже с Алиэкспресса, уже на дом доставляют, да? Вот. Ну, с почты. И, короче, потом он позвонил, я вышла, смотрю, белый джип стоит. Думаю, ничего себе. Вот так бы все посылки доставляли бы. Ну, я потом подумала, думаю, хотела сначала сразу снять. Потом, думаю, у меня же там еще заказы были. И думаю, ладно, это, подожду. Потом все вместе сниму. Но, уже проходит, вот, сегодня 8 число. Сами-ка знаете, какие события у нас в Казахстане. И, короче, я решила снять. И сказать, что у нас все нормально. Вот. И это, мы же не в крупных городах, в смысле, не в столице же живем. Не в столицах. Вот. Так что, еда есть, свет, тепло, газ, все есть. Вот. И, в общем, сидим дома. Единственное, я, как сказать вам, я 5 числа, уже где-то вот часа в 4 дня. Да, по-моему, я 5-го. Короче, зашла, что-то на YouTube смотрю. Оказывается, у нас там что-то происходит. Вот. И я это, когда это было, сегодня вот 8-ое, значит, 6-го, наверное, думаю, надо за хлебом это дитя послать. Каникулы же. Послала я за хлебом. Она ходила полтора часа. В один магазин зашла, хлеба нет. В другой магазин пошла, там ажиотаж. Короче, магазин это рядом все. Но людей было, говорит, очень много. Прям очень много. Она взяла только хлеб. Ну, я ей только за хлебом послала. Слава Богу, у нас запасы есть. Всегда я запасаюсь, чтобы это, чтобы все нормально было. Вот. И, короче, вот доедаем то, что, как бы, овощи. Овощи, вон до сих пор картошка вон лежит, надо сварить. Вот. В общем, всего достаточно. Уже восьмое число я никуда ее не посылала и сама не ходила. Вот. Сегодня надо будет выйти, потому что бабе нужны в аптеку. Надо, нужно, это, карвалол там взять. Вот. И это. Ну, и хлеб уже заканчивается. Вот. А так, ну и овощи. Вот сейчас картошку сварю, и надо будет еще запас взять. Картошки. А так, в принципе, все есть. Вот. Так что вот так. Вот так пришел. Интересно, интересно, как запаковали. Фотофон. Прикольный. Вот такой фотофон. Это как. Вот здесь вот сделали вот такой, вот такой. Вот я специально такой заказала. В принципе, можно и обратную сторону использовать. Вот здесь, видите, запаковали. Вот такие пластмассовые штучки, чтобы он не попортился. Закрою еще вот в эту вот. И он, видите, твердый. Он как. Я уже не помню. Ну, не фанера, не фанера, короче. Какой-то твердый материал. Я уже забыла. Вот. Специально вот такой вот заказала. Вот. Пришел. Для фотографий еды там. Ну, вот. Под мрамор. Единственное, что размер надо было все-таки подумать. Надо было, наверное, побольше взять размер. Ну, в следующий раз побольше закажу какой-нибудь тоже. Это. Маловат размер. Вот. Так что это. Все у нас хорошо. Видео будет коротким. Я занимаюсь, как и занималась. Своими делами. Вот. Так что. Все наладо. Да, у людей проблемы с наличными деньгами. Потому что, как бы, все же уже привыкли к картам, да. И наличных денег мало держат. Сейчас, короче, в банках там проблемы с выдачей. Один банк выдавал по 10 тысяч тенге в руки. То есть, получается, это, ну, там очереди в банкоматах. Получается, это только на продукты. И все. Вот. И какой-то банк вообще, что-то там не выдавал. Короче, перебои со связью. Два дня у нас вообще не было интернета. Вчера вот дали в 3 часа... Ой. На 3 часа дали. В 12 часов дня уже... С 9 до 12. В 12 часов дня уже не было интернета. Сегодня вроде бы получше. Но вот посмотрим еще, сколько будет. Сидим, киношки смотрим. Вспомнили, что такое телевизор. У нас, слава богу, телевизор от телевидения. А у нас не от интернета. Но есть же телевизоры, которые сейчас современные. Они с интернетом и с телевидением, насколько я понимаю. А у нас он без интернета. Так что сидим, развлекаемся, киношки смотрим, чаек попиваем. Вот. Молимся, читаем молитвы. Вот. С утра я уже, в общем, зарядилась молитвами. Вот. Так что это... Все у нас хорошо. Переживем все. Вот, знаете, я поймала себя на мысли, что я последнее время вот-таки на видео, да, говорила там. Про БП там. В общем, найдете предыдущее видео, увидите. Я не то, что я не смотрю никакие там новости, ничего. Вообще не в курсе никаких событий была, да. И просто вот какая-то интуиция подсказывает, что нужно посмотреть видео про выживальщиков. Именно на тему выживания. Вот. Посмотрите, кому интересно, на тему бушкрафт видео. То есть там, как люди, какие варианты показывают, как выживать в лесу там, как можно построить хижину какую-то там. В общем, ну, такие вот вещи там. Просто мне это интересно, и я и смотрела. Ну, я ничего не, так сказать, не прогнозировала, не предсказывала, не знаю. У меня просто интуиция какая-то, видать, подсказала мне. Вот. И мне скидывали видео, как сохранять крупу на 25-30 лет. Вот. Ну, нужен вакууматор для этого. Вакуумные пакеты нужны. Ну, и я как-то пошла, пошла и пошла дальше смотреть. Мне эта тема интересна. Мне еще заинтересовала, как вот такая тема, туризм, выживание, да. Как бы, насколько это популярно вот в фотографиях. Вот я же делаю фотографии. И вот привыкла, что ведро вот здесь вот мусорное стоит. Я сейчас убрала отсюда мусорное ведро из-под раковины. Под раковину поставил, но под раковиной нельзя, чтобы стояло ведро. Ну, просто собаки сюда лезут, поэтому. Вот. И это, и я такая думаю, как-то вот что-то мне изнутри подсказывало, что надо посмотреть такие видео. Что-то меня вдохновляло на этом. Ну, просто когда-то туризмом занималась. В горы ходила. Вот. Поэтому стало интересно. И даже чувствую, что меня тянет. Вот прям вот тянет выехать куда-то на природу. Вот. Поэтому. Вот. И тут смотрю, короче, буквально пятого числа, вот где-то в четвертом часу дня, я вдруг зашла на YouTube и стала узнавать, что у нас в Казахстане что-то творится. Что-то там происходит там. Не буду произносить, что это, не надо там. Вот. И это, сами посмотрите новости. Я такая в шоке вообще. Мы же тем более жили в Алма-Ате. Вот. И... Ну, мы не в городе жили. Мы жили на ферме, но так-то город-то, в принципе, центр города-то знаем. Вот. И у нас многие там оттуда знакомые, друзья, короче, там. Вот. И это, думаю, так хорошо, что у меня МЗ есть. Вот. На всякие разные случаи. Вон сухарей пакет стоит. Вот. Так что надо запасаться всегда. Чтобы на всякий случай не выходить. И очень актуально стало сейчас, стали сейчас наличные деньги, да. Мария пошла в магазин, когда, говорю, вот за хлебом, говорит, там такие очереди. Там, говорит, все скупают, говорит. Там, говорит, некоторые не могут расплатиться, потому что у них карта. Вот. Ну, в общем, такое. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот. И... И так далее. Вот. А я все буду использовать фотофон. Сейчас посмотрю, если будет больше формат. Может быть, какой-то другой рисунок там будет. Из того вот, что я заказывала. Может быть, еще что-то закажу. Вот. Но если это будет, конечно, интернет, я говорю. Вот. Так что такие дела у нас. Да, школьникам продлили каникулы до 17 января. Что там за шумы? Что-то шумит, не знаю. У меня там горох варится. Вот. В колледжах и вузах до 24. Я такая говорю, Мария, сидим дома. Ура, 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 ура. Сидим дома. Вот. Ну, потом как учиться будут, не знаем. Там видно будет. Вот. Такие дела. Ладно, давайте. Поехали. 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 Продолжение следует...